Давно думал, что в наших влогах всегда чего-то не хватает. Была вчера такая мысль, не хватает в конце концов постельной сцены. Ставь лайк, вот сейчас ставь лайк, если хочешь в конце этого влога увидеть постельную сцену. В лесу, в парке, на татами. Да что, мало мест в лесу. То есть я еще в своем возрасте могу себе позволить хотя бы так, как говорит Алексей Владимирович, хоть так. Провожающие есть в вагоне? Камбэк 40 лет назад. Ну ладно, не 40, может 38 лет назад. Последний раз я ездил в поезде на плацкарце. Я как человек, родившийся в купейном вагоне, чувствую себя здесь неловко. Вот Анастасия сейчас улыбается, что мы успели на поезд. Даже надеюсь, мы раньше прибежали. Конечно, килограмма по полтора потеряли каждый. Очень надеюсь, что Настя больше. Но есть один нюанс, который мы не учли. Старую, давнюю, национальную привычку взять с собой курочки, яички и соль в спичечном коробке. А в плацкарте нужно так. Не знаю, что будем делать сейчас в течение трех часов. Или сколько. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз. Мы в Калуге, в центре города, в гостинице «Зуль». Недалеко от нас, в музее космонавтики Ни Циолковского, набережная и куча памятников Гагарину Ни Циолковскому, Королёву. Нам сегодня предстоит вылазка в лес и говорят, там есть жужжицы в лесу, под Калугой где-то. Будем смотреть. Бороться ты сегодня будешь сама? Ёлки-палки, ну зачем сразу, зачем сразу про борьбу? Мне обещали шашлыки и баню. Итак, друзья, мы в Калуге. Калуга – это в России. Россия – это замкадом. Мы находимся на мероприятии, суть которого мы пока еще до конца не знаем. Обязательно спросим у организаторов. Здесь я должен что-то красиво говорить, махать руками, как заправдышний блогер. Но такая песня. Что здесь происходит? Летний лагерь. Джиу-джитсу нам сказали в лесу, но нифига не в лесу. Все-таки где-то на природе. А еще здесь люди ходят по 150-70 километров пешком, добровольно, бесплатно. Такое все патриотичное. Красные флаги, картошка, спортивные люди, душевные песни. Самое прикольное, что эта база семейного отдыха начинается с картошки. Картошка и песни. База семейного отдыха. База семейного отдыха. Вообще в моем детстве семейный отдых таким и был. Картошка, огурцы, помидоры, рассада. И вот это вот все. И всей семьей. А вообще здесь не только джиу-джитсу. Вернее о том, что здесь джиу-джитсу, участники этого мероприятия, может даже знать не знают. Об этом знаем пока только мы с Настей. И Диана, и вся федерация Калужского джиу, которая организовала вот тот уголок спорта вот там, вот на берегу вот этого роскошного водоема. Здесь люди нормально так ходят. Ходят. Сколько там? 35, 75 и 150 километров. Некоторые, мы слышали, вышли еще в пятницу ночью в путь и вернутся только в воскресенье к обеду. Некоторые просто приехали их поддержать, чем могут, поставить палатку, прибухнуть. Ставь лайк. Или не ставь. А теперь пойду окунуть. Может не весь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Здесь будет сейчас происходить турнир «Форест Кап». Будем бороться в лесу, в глубинке России, в настоящей русской деревне, с настоящим антуражем, ансамблем. Но будет бразильская джиу-джитсу у нас. Бразильская джиу-джитсу-тире неваза. У нас джиу-джитсу без границ, поэтому можно все. Я считаю, что у джиу-джитсу границ нет и рамок тоже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Че, парни, а какие весовые категории сегодня? Абсолютно. Работаем с парнями в категории 69 килограмм. Настроены решительно. Кстати, без всякого этого скепчиса мы тут не терминаторы. Опасаемся их скорости и взрывной силы. Это говорит человек, у которого толщина руки, как моя нога. Все это видимость, к сожалению. Это годы жизни отложили свои кольца, как у дерева. Увы. Старенькие они друг друга берегут. В схватке, понимают, что не надо резкие движения делать. Бежать аккуратненько. Видишь, что у человека голова кружится. Нежно его положил. Не свипанул, а нежно положил. И сверху залез. И такой, ну ты как, милый? И дальше продолжаешь. Мне сейчас почему-то кажется, что Настя описала свою эротическую фантазию о какой-то постельной сцене. То есть я еще в своем возрасте могу себе позволить хотя бы так. Но у меня 37, я никогда не буду в форме. Я считаю, что твой самый опасный соперник – это девочка с оранжевым поясом. Мы сейчас с Нейлей вот шли, и я такая, блин, боюсь выступать с оранжевым поясом, выходить боюсь на схватку. Она такая, да там вообще там коричневый, говорит, им больше оранжевого дать нельзя, но это реально коричневый. Ну, в общем, главное без травм, мы так решили. Прекрасное мероприятие, свежий воздух, нет дождя, это пока хорошо. Знаменитый какой-то водоем Калужской области. Татами, мед в призы, шишки, фишки и мышки, полевая кухня, гречка с водой. Все прекрасно, все великолепно. Настроение такое, что хочется пива, а его нет. И, наверное, это единственный и самый большой минус этого мероприятия. И да, это мы не вырежем. Значит, так, у нас с вами получается три категории. Время схватки вам какое сделать? Давайте четыре минуты сделаем. Я думаю, что четыре минуты будет нормально, потому что здесь по-другому дышится, не как в спорткомплексе. Здесь можно задышать хорошо. После турнира вы идете в баню, вот в палаточку. Кто в баню не хочет, вот сразу у нас душевые кабинки, можете принять душ. И после турнира поднимаетесь вверх по лесенке, там увидите большой стол, у нас будет обед. Значит, у нас начнет весовая категория плюс 69 килограммов. Борисов Анатолий, Рыжов Андрей. Первая схватка, вторая схватка Царьков Валерий, Чарыков Михаил. Мне ж много не надо, лишь бы ты была рядом. Был бы рядом бы я, были бы рядом друзья. Вот забрать в вас вместе, всех в раскрученном месте. И висеть до утра, вот это будет жара, да! Жизнь прекрасна, если ты поймешь, что счастье это то, что ты живешь. Жизнь прекрасна и она дана, чтоб раздуплиться, что она... Эх, удивительная жизнь, удивительная, Ах, удивительная жизнь моя! Эх, удивительная жизнь, удивительная, Ах, удивительная жизнь моя и я! Най-най-най-най-най! Эх, люди-люде! Най-най-най-най-най! Думайте о чуде! Най-най-най-най-най! Эх, люди-люде! Най-най-най-най-най! Играет музыка Мне же много не надо Между раем и адом Пробежит наша жизнь Только ты окажись Той единственной самой Мне же много не надо Был бы пир на столе Был бы мир на земле Жизнь прекрасна, если ты поймешь Что счастье это то, что ты живешь Жизнь прекрасна и она одна Дана, чтоб раздуплиться, ждана Ах, удивительная жизнь, удивительная Ах, удивительная жизнь моя Най-най-най-най-най Эх, люди-люди Счастье это то, что ты живёшь Жизнь прекрасна, и она дана Чтоб раздупиться, что она Ах, удивительная жизнь, удивительная Ах, удивительная жизнь моя Ах, удивительная жизнь, удивительная Ах, удивительная жизнь моя и я Най-най-най-най-най Эх, люди, люди Думайте о чуде Эх, люди, люди Не вставать, люди я считаю было круто такой интересный опыт я умер последний схватка добила поборолись теперь по пиву нет пива не надо пиво это для слабых мы сразу по водке турнир круто все круто на свежем воздухе бороться тяжело может быть мне кажется но за счет того что свежий воздух я практически не устал я подышал и быстро отдохну не знаю почему-то в зале полегче как-то и на тренировках в целом можешь по 10 схваток бороться и как-то нормально а тут уже одно боролся и все думаешь надо заканчивать мне кажется солнце просто пекет жарко воздуха слишком много и он слишком легкий дышать тяжело было бы чуть прохладнее было бы получше было бы наверно поживей схватки были бы ну если плюс и минус ну ащида мне понравился на улице бороться я выбрал улицу но я рад что такие ребята приехали сюда боролись силу попробовали прикольно мне понравилось раскапывать песок когда казалось накрыто там я понимаю что не не могу остановиться судья рефери не останавливает значит надо копать а я сегодня секундировал разным людям даже тем имен которых я не знаю и они тоже даже не догадывались что я им секундирую просто я что-то сидел на краю ковра и говорил по привычке знаете тренерские инстинкты сидеть на ковру ковра на ковре на ковру ковра на краю ковра и что-то говорить ножку выше колени ближе жопу ниже вот это все делать свое молодец и все такое все что любят говорить тренера что касается турнира прям ну нормально осталось только достелить сюда еще три ковра привести сюда еще кучу народу и собственно все и шашлык шашлык должен быть не после а между схватками тогда будет вообще шикарно три ковра шашлык между схватками всем пис всех люблю всех обнял поднял заплакал все прекрасно но мы же знаем что впечатление от любого турнира на следующий день остаются только после того как закончился вечер после этого турнира то есть как турнир отметишь так его и запомнишь в общем ждем как мы его отметим шашлыки вкратце шашлыки же вот практически я практически это хотел сказать только вот шашлык без пива как вы понимаете но это так слишком по-спортивному там люди купаются после джоу-джитсу это полезно речка по щиколотку но люди купаются да да Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok У него все